Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили. И сегодня у нас с вами будет фруктовый мукпанк. Здесь у нас апельсины, творог, яблоки, бананы, нутелла. Я очень люблю сочетание нутеллы и бананов. Я со всем этим буду пить просто горячий чай. Я очень люблю фрукты с чаем. Я знаю, что это не очень хорошо сочетается. Многие скажут, фу, бе, но мне нравится. Ничего с собой поделать не могу. А творог у меня здесь с изюмом. Очень сладкий. Я настолько сладкий даже, если честно, не люблю. Но в такие тяжелые времена выбирать нам не приходится. Что есть, то и едим. По всем известным причинам у меня просто куча, куча времени. Мне на самом деле хочется каждый день снимать, не знаю, по три мукпанка. Какие-то разговорные видео. Макияжи, косметику. Но мне кажется, что надоема аудитория. Вернее, мой брат так говорит. Говорит, ты не можешь позволить аудитории, чтобы она соскучилась по тебе. Когда не зайдешь в новое видео, это немножко отталкивает, как говорит мой брат. Освещение и ракурс вообще не нравятся. Лицо какое-то, знаете, черное, какое-то грязное, кажется. Но не беда. В общем, у меня такое вдохновение в последнее время. Мне хочется снимать постоянно. Каждый свой прием пищи снимать видео. И не только мукпанки. Вот я, например, сегодня сняла видео «Моя коллекция косметики». И даже не знаю, выложу ли я это видео. По идее, все нормально получилось. Правда, я снимала на телефон. Снимала я вообще не с целью выложить. Просто хотела как-то чем-то заняться. В общем, типа репетировала. А сейчас думаю, а что не выложить-то? В принципе, неплохо. Я вообще люблю разбирать свою косметику. Особенно на камеру. Вообще, вот так вот получается. Очень вкусно. Нутелла и банана, они просто созданы, чтобы быть вместе. Вкуснотища. Просто вкуснотища. Как хорошо, что я сама себе умею делать ногти. Только сейчас я это понимаю. Мне уже нужна коррекция. И я понимаю, что мне никуда не надо. Я могу просто дома сама себе сделать коррекцию. И ходить счастливая. Вот. Везде надо искать свои плюсы. А насчет того, стоит ли снимать по два видео в день. Пишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение. Мнение каждого человека для меня очень важно. Вот как вы считаете, нужно или нет? Или это лишнее? Сегодня с мамой сходили за продуктами. Вот реально я начала ужасно экономить. То есть, только самое необходимое. Я тут понимаю, как хорошо, что у меня много косметики. Мне не нужно ничего покупать. Вам тоже, кстати, я не советую тратить деньги на парфюмерию, на косметику. То есть, сейчас настали тяжелые времена, когда мы не знаем, что будет завтра. Вот если бы мы знали, мы просто не знаем. Поэтому только на самое необходимое. Я вот лично стараюсь делать так. И я считаю, что это правильно. Вот говорят до конца апреля. А непонятно, когда все закончится. Это говорят. Много чего говорят нам. А если продлиться, а если что будет, как будет, никто не знает. Говорят, что у всех там, не знаю, аллергии на цитрусовые. У меня ни на один фрукт, аллергии нет. Я реально благодарна Богу, что у меня нет аллергии. Как-то я съела на мукбанке один килограмм клубники. Даже больше. Там два килограмма было. Я, по-моему, полтора съела. Моя подруга, она врач, она сказала, что... Ну, не совсем врач, но, в общем. Она сказала, что когда очень много ешь одного продукта, получается авитаминоз. И это очень вредно, оказывается. То есть, организм только рад, если он получает, например, витамины. Но когда одного витамина он получает чрезмерно много, это тоже нехорошо. Поэтому, даже если снимаешь мукбанки, снимаю разнообразные фрукты. Не надо только клубнику или только киви. А я потом, кстати, еще забабахала один килограмм киви. Как у меня язык потом щипел. Такое было ощущение, что мой язык разрезали, не знаю, в нескольких местах. Реально такие неприятные ощущения. Причем, когда я непосредственно снимала, в принципе, никаких неприятных ощущений не было. Но когда я перестала снимать, села, это было очень неприятно. Это вообще. Поэтому чрезмерное употребление фруктов, это нехорошо. Поэтому мы с вами заставлять себя не будем. Просто поем столько, сколько хочу. А хочу я все. Шутка. Шутка. Наконец-то я хотела избавиться от интернета этого. Как меня раздражает мой интернет. Я не могу загрузить видео в хорошем качестве, потому что загружается 3-4 часа. Поэтому вы вынуждены видеть видео, которое мне пришлось сжать. А зачем сжимать, если ты покупаешь дорогую камеру, а потом сжимаешь? Какой смысл? Поэтому нужно поменять интернет. Я уже договорилась. С 1-го числа у меня уже должен был быть интернет, который просто летает. Просто взлететь можно с ним. Но, как видите, не судьба. Поэтому никогда в жизни нельзя ничего планировать. Ты не знаешь, как завтра будет и что будет. Вы знаете, что у меня была идея купить машину правильно. Потом меня посетила еще одна идея. Не брать машину, а купить квартиру. Накопить на первоначальный взнос и взять ипотеку. Краткосрочную ипотеку от застройщика. А сейчас я понимаю, как хорошо, что я это все не сделала. Потому что, как вы видите, сейчас мы не работаем. И получается основной мой доход. Доход со строительной компании. Я ничего не получаю. Потому что мы не работаем. Но все равно самая главная мечта, она до сих пор у меня внутри. У меня в сердце. И вы знаете, иногда я смотрю блогеров. У них нет своего жилья. И они покупают супер дорогие машины. Супер дорогие, не знаю, какие-то сумочки. И я, если честно, немножко не понимаю таких людей. Может быть, я выросла в бедной семье. И для меня немножко другие ценности. Но я считаю, что важнее телефонов, важнее каких-то дорогих сумочек. Это уют дома. В общем, спасибо огромное, что посетили вместе со мной, поужинали. Честно, мне очень не нравится освещение. Мне не нравится этот ракурс. И я думаю, что это первое и последнее видео в таком ракурсе. Всем желаю приятного аппетита, удачного дня. С вами была Эмири. Всем пока.